В бездонных глубинах мореи обитают достаточно жуткие рыбы. Наверняка про некоторых из них вы точно слышали. Например, ужасного вида черный молокост, малоприятный на вид саблезуб и хищник-удильщик. Каждая из этих рыб не отличается милым внешним видом, но в этом видео речь пойдет не про них. Речь пойдет про редко встречающуюся в аквариуме рыбу глубоководного обитателя рек, которая тоже имеет своеобразный внешний вид. Это рыба. Нож. Нож-муравьед. Она имеет и другие названия, которые сложно выговорить. Попробуйте сами. Сомнительное украшение аквариума не правда ли? Но в качестве шоу рыбы, так сказать, эксклюзива, наверное, самое то. При этом ее размер может легко достигать более 40 сантиметров. Глаз практически не видно, но они у нее есть, правда очень маленькие. А вот смысла в этих глазах практически нет, так как нож-муравьед обитает в нижних слоях рек, где пользоваться глазами практически невозможно. Вы уже догадались, почему этого ножа называют муравьед? Конечно же, к муравьям он не имеет никакого отношения, хоть и является хищником, но его голова очень сильно напоминает голову животного, которого муравьедом и называют. В живой природе обитает в бассейне реки Амазонка и наиболее распространен в Рио-Негра и Рио-Пурус. На глубине от 6 до 20 метров вода в этих реках темно-коричневого цвета с большим количеством зарослей, а в некоторых местах поверхность реки полностью затянута растениями. Вытянутое тело этих рыб практически не имеет пигментации, а розовый оттенок получают лишь благодаря крови, то есть, другими словами, кожа у ножа муравьеда практически прозрачная. В целом, внешний вид этой рыбы напоминает огромного червя. Я даже представить себе не могу, что бы я подумал, если бы встретился с ним в реке. Кстати говоря, на спине у этой рыбки хлыстоподобный отросток. Он выполняет роль приемника. Это электрорецептор. Несмотря на то, что визуально чешую не видно, она все-таки у них есть. Напоследок отмечу, что нож муравьед может не только воспринимать электромагнитные импульсы, но и сам непрерывно их генерирует, создавая вокруг себя электрическое поле для электролокации и связи. Как бы странно это не звучало, но эти рыбки могут между собой общаться примерно так же, как мы с помощью мобильных телефонов. Субтитры создавал DimaTorzok